всем доброго дня вечера ночи не знаю куда как с вами не туристический сингапур как всегда сверху вы можете наблюдать местный отельчик marina bay sands вот вокруг толпы туристов с грустью вспоминаю к видные времена когда их вообще не пускали сюда на остров тут можно было спокойно гулять понимаю что в принципе вокруг есть только те люди которые знают что такое левостороннее движение вот многие меня спрашивают а где дешево переночевать в центре сингапура обратить внимание можно просто под мостом расположиться рюкзак кинул в уголке картоночку положил все это бэкпэкер живет вон там рядом стыренный прокатный велик стоит да бэкпэкер живет под мостом в самом центре рядом с вами на bay sands у него даже скорее всего геотеги на фоточках они выглядят как будто он прям вот в отеле живет вон там можно между красными загородочками тоже видите картоночка вместо для отдыха вот тут в принципе полиция не гоняет поэтому если вести себя хорошо и культурно вы всегда можете остановиться в центре сингапура просто бесплатно ну а помыться можно в ближайшем туалете метро туда же исходить в туалет при необходимости собственно это видео у нас про прогулку по helix bridge мост форме спирали днк как его многие называют да вот поэтому давайте поднимемся на мост и пройдемся по нему на ту сторону к колесу обозрения и к поддокам формула-1 но по ним мы отдельно потом будем на велике с вами кататься по самой красе формула-1 на велике проедемся а сейчас пока что мост да если у вас вдруг велосипед или коляска помните на мост ведет такой маленький лифт поэтому подходя к нему снизу просто заворачивайте поближе к торговому центру марина байсенсы там закутки есть лифтик который поднимет вашего к мосту это со стороны отеля с той стороны сход с моста плавненький через аллею юношеских олимпийских игр вот так выглядит потрясающий мост супер крутого ну с моей точки зрения конечно да если вы из деревни где мост один и бесперил то конечно да как делать ссылки на пони музея науки и искусства новостойцы такие озорные площадки 4 штуки сможем пойти посмотреть что там как у нас вот это походу уже открывают круизы и фестерах можно так будет прокатиться он там далее в марине в самой яхта плавает такой яхтенный поищал спортсмену я даже не буду выходить с вами на каждую обзорную площадку или выходить давайте по выходу раз уж как раз пишем видео то нам еще что нибудь интересное с ним вообще пишем не пишем пишем не забыл как я уже много раз повторял камеру на жаре начали подключивать и подключаться а жара в нашей стране 32 градуса и вот так что полностью выпьется водой на водных рукопотинуных которые для вас нормалы больше не являются сухой и начинают испаряться вторая обзорная площадка на мосту везде всякие такие внизу фонарики с прикольными символами я не знаю это наверное что-то из биологии связано с днк но я в этом не разбираюсь совершенно поэтому кто знает подскажите вот чем мы видим перед собой слева это у нас музей науки и искусства прикольный там всякие разные выставки часть на постоянной основе часть сменяющихся вот еще левее вот откуда идет мост это у нас марина бэй шопинг центр просто огромный громадный мол пол почти как на встречи на манежной да на манежной площади вот там 4 где-то этажа вниз уходят парочка наверх или тройка даже вот там всякие бутики но там есть и продуктовый магазин поэтому удивляюсь людям которые там стоят в очереди в ресторанах днем по жаре снаружи там внутри здания те что одному там пропускают швейцар все прочее причем ресторан это просто знаете как ларек с шаверами внутри там 3-4 столика с сидячими стульями и что-то по-быстрому вам бутерброд подогревает люди там стоят в очереди чтобы просто посидеть поесть при том что вот ближе к казино ближе к отелю там вот со стороны дороги там есть продуктовый магазин со вполне вменяемыми для центра ценами где можно просто взять уже готовые завтраки и сесть вот на набережную покушать не тратя свое время на всякую такую дурь типа постоять в очереди и получить чек из прикольного дорогого ресторанчика причем переплачивая там в десятки раз вот так ну значит шокинг-центр сказал соответственно ну всеми узнаваемый отель в зале там у нас сады у залива прямо перед нами между мной и вами это Fullerton отель чуть левее там Fullerton Bay второе его подразделение это было раньше у нас разгрузочные доки и башенка наблюдения за портом она сохранилась и это сделали вот прямо вот отель который выходит сюда вот в заливчик вот чуть правее меня спереди это набережная имени коронации королевы Елизаветы недавно почившей тогда еще когда это набережная была там не было вот этого пешеходного моста не было вот этой скоростной дороги причем она кстати является трассой формула-1 то есть там вокруг Хольдерта антеля проезжает машинки формула-1 правее здание старого парламента здания ну парламента вдали вот это вот в форме летающей тарелки это высший суд Сингапура вот ну здание в форме фрукта дуриана это какой-то местный оперный театр или что-то похожее соответственно справа у нас тайбуны это тайбуны наблюдения за формула-1 трасса выезжает вот тут вот на набережную уходят туда под Хеликс Рич а не не уходят под Хеликс Рич да она вон туда под зеленые самые правые тайбуны уходят и дальше уже к отелю и к основным поддомам вот перед нами плавает это флот платформы это место где проходит парад на национальный день но ее сейчас собираются реконструировать и ее уже превратят из плавающей по-моему в какую-то стабильную платформу и там будут проходить уже парады, мероприятия, концерты и все прочее погнали дальше ну соответственно если что-то не видно на острове на первой площади можно смотреть в телевизоре на одну denominку дошли двумя но направо на и трасса Вокруг его входят к вилл заливу и разворачиваются обратно на какой-нибудь под подсеки. Это же отель, да, и, собственно, обратно уходит к зданию парламент, а не в Альфилвертон, и пока трасса очень маленькая, он не знает, очень, извините, конечно, с трассой игры не сравнится, но зато тут пункт проходит ночью, а после нее еще проходит вилла, то есть, если вы тут приезжаете на Формулу-1, обязательно задержитесь, заегистрируйтесь заранее, и вас по трассе Форму-1 пустят на критерию по Сингапуру. Вы проедете по всему, то есть мы уже готовим загородочкам, но на велике. Кто-то из коллег снимал Т-160 тоже, по-моему, с гарминовской камеры, закрепив ее на велике, на эту критерию, да, выглядит так, неплохо, но единственное, что начинается, это все очень-очень рано, по-моему, в 7 утра или в 6, в общем, когда еще вот совсем все такое ранее, и поэтому, ну, чтобы как бы успеть отгонять и уже начать техническую работу на трассу Формулы-1, тем, кто сюда прилетит с предлагом, тем, кто подушится, нужно вот так, чтобы вы проглядете. Ну, вот с Хеликс-Брич, если вы идете с коляской или едете на коляску, то это спуск на право на Олимпийскую Олимпию юношеских игр, там можно посмотреть разные фотографии, инсталляции и уже заехать под мост сюда, вниз и выйти на трассу Формулы-1, вот, если вы ножками, то налево у нас ступенечки. Я думаю, что мы пойдем направо, вот. Я уже перестал произносить фразу, что в байтанских колониях левостороннее движение, а то люди от нее шугаются и все начинают перепрыгивать в крыльях, в лаку с моста, они начинают паркер, они начинают пить, они начинают немного нервы у себя вести, всякие такие красивые картинки, посвященные себе. Таициклы, велики, велики ездят, но вот видите, табурет с дворником, да, с дворником такой, серьезно так, трум, на табуретку приезжают, и табуретку приезжают и входит, убирается. Вон, весело. Сюда я еще не забирался. Это, несу что, домик вокруг дерева. Какое-то очередное творческо-инсталляционное сингапурское... Даже не знаю, как сказать. Ну, вот мы с вами прогулялись по Helix Bridge от Edo. Вышли на трассу Формула-1. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Подписывайтесь на канал Не туристический Сингапур, не переключайтесь, там, пишите, лайкайте. Комментики обязательно оставляйте. Мне недавно сказали, что если кто-то оставляет у меня на канале комменты, то мой канал подвигается. Чтобы больше людей могло увидеть Сингапур. С вами был, как всегда, я. Ну, в общем, следующее видео, в ближайшее время, будет уже с трассы Формула-1. Ну, покатаемся на ней по велике. На ней по велике. На велике по ней. Вот. Посмотрим. Выдр, который тут у нас любит поязвиться на этой платформе. Купаем туристов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Удачи! Удачи!